Девушки отдыхают 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 Все документы, все законы приняли решение, вот как здесь предлагали, у нас есть много решений остановить этот беззонный проект, чтобы мы приступили к его реализации. Чтобы вот это наше собрание сегодня не перешло в некий такой митинг пустой, когда действительно мы увидим, что мы все единогласны. А чтобы мы увидим, что действительно реально конкретное решение, потому что мы видим, что нас просто совершенно так вернулируют. Они забывают, что они у нас на службе, они забывают, что они живут на наши деньги, что мы их оплачиваем, они живут на наши налоги, они себя ведут так, а вот они царьки. Но по какому праву в конце концов? Посмотрите, они наглые, нас обновляют, они обновляют права, они регулируют конституцию, статьи наших законов. Но мы знаем, что действительно реально. Но сегодня раз мы собрались, сегодня раз мы собрались, совершенно верно, то мы будем решать, как нам жить в соответствии с законами, которые у нас есть. И мы не позволим эти законы нарушать. Какими бы статусами, какими бы званиями вы не прикрывались. Поэтому я предлагаю уже после этого нашего собрания создать этот совет народного контроля. Мы имеем полное право в соответствии с конституцией это делать, для того, чтобы контролировать деятельность чиновников, которые фактически закулисно принимают решения. И пользуются тем, что нас трудно объединить, нам трудно организоваться. Спасибо им, что они заставляют нас организоваться, самоорганизоваться. Совершенно верно. Сделали земной, когда людей нет. Игнорировалось совершенно полное, что это дачные поселки. Большинство здесь жителей, это дачные поселки, которые живут здесь очень большую часть времени года. Почему их анализируют? Это что, пыль под ногами. Так что, по-моему, мы сегодня получили полное убеждение в том, что нам показали, как нам относится, и мы понимаем, что спасили товарищу, за руку самиху товарищу. Браво! Протокол! Мы совершили. Рассказываю слово! Представлю Тамара Олеговна Селезнева, заслуженный архивист России. Извините. Во-первых, уже сегодня начинается все с вранья. Кто-то тут произнес 300 человек, а тут тысячи людей. Я не ожидала вообще такого. Я шла и боялась, потому что наш народ настолько терпелив стал, настолько съедает все пощечины, что я думала, ну, снова будет пассивным. И придут там несколько человек, и нас всех сметут. Сметут своим наглостью, своим беспределом каким-то. И вдруг я порадовалась, я вхожу, идет, идет, идет народ, идут. Вы оглянитесь, вы выйдете во двор. Полная ограда. Люди не могут сюда пробиться. Вы их не видите, и не замечаете, и не хотите их видеть. Потом, да, друзья мои, это уже началось с вранья. Вранье 300 человек. Выйдите, гляньте в глаза людям. Ну, хоть раз, посчитайте. Скажите хоть что-нибудь. А дальше, друзья мои, извините, здесь не самые последние люди. Здесь дураков нет. Вы знаете, Закаренко всегда славилась тем, что здесь интеллигенция. Здесь врачи, спортсмены, артисти, художники, инженеры, ученые. Все, кто угодно, понимаете, умов хватает. И вам еще до них тянутся и тянутся. Но вы на себя, на себя берете. Вы на себя берете мишенья. Понимаете, это неверно. А помнитесь, а помнитесь. И потом, друзья мои, правда, Закаренко, еще в 30-е годы дедам нашим давали бесплатно эти земли. В вечное пользование. Сколько раз перерешалось, все. И потом, когда люди выкорчевывали пни, приводили в порядок эти земли, они привели в порядок, а теперь это элитное место, и теперь оно очень согласнительно. И теперь можно как-то и воспользоваться, и ликвидировать, и попилить эти все средства, которые будут выделены. А помните, друзья мои, такое красивое место, оно загажено. Загажено. Загажено, потому что все средства выделяются, но люди этих средств не видят. Это что такое? На всю Загорянку одно единственное место, куда можно сбросить врус. Вы знаете, в Испании я вот была в горах, и там на площадке какая-то отдыха, и я иду, и у меня предмет зависти из всей Испании я вынесла что. Вот идешь, и на каждые 50 метров курночка по обеих сторонам дороги. Это же чудо. И это было предметом моей зависти. Я думаю, а у нас там Загорянки. Идешь от станции по улице Пушкина, поэта нашего, и смотреть точно все загажено. И ничего не убирается никогда. Снег не убирается. Я сколько раз, я приходила в администрацию, Я снимала, снимала, фотографии присылала, как бедные старушки ползут на карачках к остановке, потому что пройдет грейдер, это единственный редкий раз пройдет грейдер, горка, и на эту горку к остановке старушки ползком на четвереньках идут. Я приходила, показывала фотографии, но плевать всем, плевать, плевать. Эти плевки уже вот так достали. Ликвидировали Сбербанк. Сбербанк. Люди, старики, пенсии получали на какие-то все. А теперь что? Чтобы что-то произвести, ехать нужно либо в Королев, либо в Щелков. А там стоят мордовороты и карауля. Как бабка подойдет, так мы ее, значит, проводим, тюкнем, и все дедушки наши. Понимаете? Ну как же так? Людям это неудобно. Но на нас снова плевать, и снова плевать, и снова плевать. Вы посмотрите, вы говорите о природе. Парк. Вы посмотрите, я хожу гулять с собаками. Хожу гулять с собаками. Так Лосиный остров погибает. И я писала этому Моробьеву, но ему снова отписку дал. Там что-то делается, все. Да плевать, он загажет. Уже тропок нет в Лосином острове. Войти туда нельзя. И никто этим не занимается. Он погибает. Валежник, все, что пустый пуль, все валяется, гниет, пропадает. И вам ничего не стоило бы пройти по этим улицам Баумана, там, Крупской, и посмотреть, и обязать, хотя бы, я не знаю, жителей, что ли, этих домов. Там весь мусор сваливают сюда. Обязать людей на сто метров от своих домов расчистить. Вам плевать, опять плевать, плевать и плевать. Эти плевки людям вот уже где. Понимаете? Опомнитесь. Вот такое мое какое-то слово. Спасибо огромное за ваше эмоциональное выступление. Вы умеете это делать. Ваше салам никто не оспаривает. Спасибо вам огромное. Но вы все объединили, все вместе. Вот, все вместе объединили. Перепутали все полномочия. И федеральные, и региональные, и местные полномочия. Вас, безусловно, волнует то, что волнует вас. Понятно, конечно, да. Но, к большому сожалению, вы все объединили в одном. Поэтому здесь нужно разделять. Это рейдерский захват. То, что сегодня рейдерский захват. А на предмет того, что нас никто не контролирует, но вы очень ошибаетесь в этом, да? Значит, каждый документ, я еще раз вам говорю, проходит правовую экспертизу. И надзорные органы очень четко контролируют за всеми нами. Пример тому, что происходит за Горянском. И кто где находится. Кто в следственном отделе, кто сидит. Спасибо. Пожалуйста, верните микрофон. Вот такой товарищ, который...